Витаю вас всех из Амстердама. Завтра у нас мирный наш марш за отставку Порошенко и за то, чтобы организованная преступная группировка отошла от власти. Часто говорят, что дают эти мирные марши. Если бы они ничего не давали, власть бы их так не боялась. Как вы помните, на прошлом марше они перекрыли все станции метро, заставили крещать их елками, они заставили крещать их в этот раз. Если бы они не боялись мирного марша, они не выбросили меня из страны. Если бы они не боялись мирного марша, они не распространяли миллионы экземпляров газет, которые они напечатали против меня, распространяли последние дни по всей Украине. То есть они тратят огромное количество денег, они создали штаб в администрации президентов именно против марша. Почему? Потому что хотя бы пример Словакии, где несколько лет тому назад ушло в отставку правительство вместе с премьер-министром после массовых выступлений людей, которые выступили и встали против коррупции. В Украине коррупция гораздо больше, чем в Словакии. И в Украине гораздо больше энергии у народа, чем в Словакии или в Румынии. Мы добьемся своих целей. Украина станет самой быстроразвивающей страной в Европе. У нас есть позитивная экономическая программа, социальная программа. Мы должны предложить альтернативу, потому что нам говорят, предлагают, если не Порошенко, то одни и те же 6-7 имен. И все равно нам не уйти от прошлого. Так нам говорят. Но мы должны назвать народного кандидата президента. На этих маршах по всей Украине мы сейчас раздадим анкеты, где сам народ будет записывать нового кандидата. Нового кандидата, который будет отличаться от всей предыдущей так называемой элиты. У нас все получится. Я знаю, что климатические условия не очень нам помогают. Будет холодно, но мы должны эти полчаса, потому что на кону будущей страны все будет в ближайшее десятилетие. И мы должны эти полчаса встать вместе, выйти, показать. Нас много, мы сильны, мы мирны, но мы очень решительно настроены. Мы обязательно победим.